МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Бандестага Германии планируют посетить Крым. Об этом в своем интервью-известием сообщил Александр Ной, представитель немецкой партии «Левые». Поездка французской делегации, по его словам, стало показательным шагом для многих европейских политиков. Парламентарии рассматривают возможность объехать полуостров, пообщаться с крымчанами и сделать свои личные выводы относительно политической обстановки в Крыму. Дата визита пока не установлена. Зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что вопрос поездки парламентариев, возможно, рассмотрят во время очередной сессии Парламентской ассамблеи АБСЕ в Монголии 15-19 сентября. К новостям Севастополя. Проект городского бюджета на следующий год правительству необходимо представить на согласование в Минфин до 1 сентября. А 15 октября предварительно утвержденная версия должна зайти в законодательное собрание. Данные подготовки озвучили в понедельник на аппаратном совещании в Доме правительства. На сегодняшний день заявки на обоснование финансистам представили только департаменты экономики, промышленности, ветеринарии и приоритетных проектов. Проект бюджета должен быть в части расходов сформирован. Причем не просто сформирован, а согласован с федеральными органами спадной власти. Ко всем руководителям органов обращаюсь. Лично займитесь этим вопросом. До 15 августа вы всю работу должны провести. Для того, чтобы финансисты успели свести все это и отправить. Если говорить об освоении бюджета текущего года, финансирование ряда программ тормозится из-за того, что не принято шесть законов и ряд подзаконных актов социальной направленности. Чиновникам поставлена задача – крайний срок до следующего четверга разработать необходимые документы. На 1 августа не освоены межбюджетные трансферты по программам «Доступная среда», переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, развитие многофункциональных центров, нулевое основание и в вопросе программы бесперебойного водоснабжения. Вопрос несвоевременного освоения средств государство резервирует средства, доводит до нас уведомление об осигнованиях. В случае, если освоения в течение года не будет, значит вопрос может рассматриваться как халатность. Городские больницы проверили на обеспеченность расходными материалами. Данные сегодня на аппаратном совещании озвучил директор департамента здравоохранения Юрий Восконян. По его словам, ни одно из 12 стационарных лечебных учреждений города не испытывает дефицита медикаментов. Везде контракты заключены до конца года. Особое внимание по поручению губернатора уделено пятой больнице. Ни по одному из представленных данных мы не нашли подтверждения имеющегося дефицита расходных материалов и лекарственных средств. Люди, которые об этом говорили, они не смогли объяснить, почему они так говорили. То есть мы говорим, констатируем факт, что это есть. Тот вопрос от акушерки родильного номер 2, в котором мы узнали голос, когда я проводил горячую линию, она отказалась от того, что она звонила. Поэтому проверка не установлены факты дефицита каких-либо расходных материалов и лекарственных средств. Административное, а возможно и уголовное дело будет возбуждено на владельца участка на Красной Горке. Об этом заявили на аппаратном совещании в правительстве. В выходные выездная комиссия установила факт вырубки краснокнижных сосен Станкевича. Материалы отправлены на экспертизу в Никитский ботанический сад и в полицию для принятия дальнейшего решения. Сегодня в некоторых районах города нет воды. Об этом сообщает администрация водоканала. В связи с аварийными работами отключены несколько домов по проспекту Героев Сталинграда. Возобновить подачу воды обещают ориентировочно в 16 часов. Внимание у севастопольцев! Пресс-служба городской прокуратуры обнародовала график выездного приема граждан руководством надзорного ведомства на август этого года. Итак, на 4 число запланирована встреча жителей с прокурором Игорем Шевченко. Она будет проводиться в помещении 1-й городской больницы с 10 часов утра и до 12. 12 августа с гражданами пообщается первый заместитель прокурора Владимир Агапов. Выездной прием состоится в больнице номер 5 в Центре охраны матери и ребенка и продлится с 15 до 17 часов. А 14 августа с севастопольцами, проживающими в Гагаринском районе, встретится заместитель прокурора Игорь Емельянов. Место – помещение районного надзорного ведомства. Время – с 10 утра до полудня. Запись на прием ведется ежедневно по телефону 5302-14. Вчера севастопольские десантники отметили профессиональный праздник. Воздушно-десантные войска в России появились 2 августа 1930 года. Тогда 12 добровольцев во время учений под Воронежем впервые высадились на парашютах для выполнения тактической задачи. Празднование 85-летия десанта в Севастополе прошли на площади около памятника солдату и матросу. Там развернулась полевая кухня и выставка оружия. Навыки рукопашного боя продемонстрировали члены военно-патриотических клубов из Севастополя и Алушты. Главным событием дня стала высадка воздушного десанта. Больше, чем вы, никто никогда не воевал. Вы теряли своих друзей, вы теряли своих однополчан. Но вы всегда счастью и доблестью выполняли свой воинский долг. Поэтому от души вас поздравляю. По жизни повезло, что вместе вами бок о бок служил. С праздником, боевые друзья. И дай бог, чтобы нам всегда приходилось отрабатывать свое мастерство только на учениях, на праздниках и на полигонах. Первая экспертная выставка морских свинок прошла на минувших выходных. Участие в ней приняли более 20 заводчиков из Севастополя, Керчи и других городов Крыма. У беспородных пэтов и породистых грызунов, шелти, коронет, скини и других оценивали состояние шерсти, внешний вид и контактность. По результатам экспертного отбора определили лучшую морскую свинку выставки, а также пару малыша и юниора. Кроме того, организаторы провели конкурс на лучший костюм для питомца. Участники мероприятия получили полезные призы. Сено, корм, витаминные комплексы, а победители удостоились почетных наград. Ну, свиночек, конечно, немного, но девочки представили очень достойное по своему качеству поголовье. Я могу сказать, что как минимум по трем породам эти животные могут выставляться и на европейских выставках, ну, там, нивелировать некоторые проблемы с шерстью, потому что климат им тяжеловат, конечно. Шестая биеннале классического абстракционизма открылась в Севастопольском художественном музее имени Крошицкого. В этом году выставка посвящена столетию черного квадрата Казимира Малевича. В двух залах представлено порядка 150 произведений живописи, графики и скульптуры. Экспозиция разделена на две части. Первая – 55 экспонатов из фондов музея, собранных за последние 10 лет. Вторая – 83 работы современных художников-абстракционистов из Севастополя, Крыма, России, Украины и Германии. Поскольку биеннале называется биеннале классического абстракционизма, то здесь используются традиционные техники, которые идут еще там из прошлых столетий. Это холст масла, бумага, акварель, темпера, пастель, то есть и скульптуры. Никаких фотографий, ни видеоартов, ни перформансов в этой выставке не участвуют. Также в рамках биеннале объявлен конкурс абстрактного рисунка. Называется он «Мой ребенок мог бы лучше». Каждый желающий может бросить вызов именитым художникам и показать свое видение абстрактного искусства. В распоряжении посетителей музея бумага, карандаши, фломастеры. Возраст участников не ограничен. На сегодня уже собрано 15 рисунков. Самому младшему художнику – 3 года, старшему – 60. Работы зрителей принимаются до 9 августа. Автор лучшего рисунка получит приз от председателя Академии абстракционизма Владимира Боченко. Исходит из фразы, что вот, например, вы когда смотрите на черный квадрат Малевича, первая у вас фраза – ой, да я тоже могу, что ж я не могу нарисовать квадрат. И как бы мы решили взять за основу вот это, что могут так все, ну и как бы, чтобы все попробовали. Правда ли это легко, ли рисовать абстракцию, или все-таки там что-то есть, нужно прилагать какие-то усилия. Итоги конкурса проведут в день закрытия экспозиции 10 августа. В течение двух дней в спортзале 8-й Дю США проходил семинар по КПР с руководителем группы «Эспресс по Паулиста де КПР», пятикратным чемпионом Бразилии в данном виде единоборств, мастером Марселу Андерсеном Кандиду. Известный бразильский спортсмен и тренер не первый раз в Севастополе. Впервые в рамках семинара провели церемонию аттестации подтверждения навыков и способностей КПРистов-спортсменов. Свои первые кардао повышения в классе получили не только взрослые севастопольские спортсмены, но и дети. Организатором мероприятия выступил севастопольский филиал данной группы и направления КПР под руководством Юрия Савчука. Севастопольцы, занимающиеся этим бразильским боевым искусством, примут участие в показательных выступлениях на эстраде Приморского бульвара 8 августа в честь Дня физкультурника России. Это была последняя информация выпуска. Мы следим за событиями. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова